Пойти тактичнее и занять 4 место и встретиться лучше со Смартнинсом или Эрбовским. У ФЦГа две ничьи и одна победа. Ты все уже посчитал, да? Эрбовский на втором месте? Ну, если Смартнинс или Эрбовским ничью не скатают, я не знаю, как там по регламенту смотрится разница голов, потому что у трех команд одинаковое количество разница. А так ты все просчитал уже, да? Не, ну будем играть на втором месте. У вас отличный игрок от десятого номера. Да. У него очень классные педали. Вратарь первой игрой. Да, я узнал, узнал. Ну, пока такая равная игра идет туда-сюда. Какие-то удары, какое-то это. Вот какой козырь у твоей команды? Козырь моей команды, как сказал Арсен Менгер, мы в полной жопе и это наш главный козырь. Недавно некоторые люди еще играют в вышки латвийского футбола. Большого? Большого. За какую команду? Я не буду брать. Арсен Малашевич. И закончил этот игрок на пике карьеры, когда забил бы 20-й голов. Но он сказал, он не мог перенести столько известности, популярности и столько внимания. Аплодисменты. Красивый гол. Стенка сыграла великолепно. Они хотели тоже посмотреть гол. Но это же атакующая стенка. Да, да, да. Атакующая стенка. Вот и забили. Посмотрите, Smart Linux 2. 12-й номер команды Рикс. Если я не ошибаюсь, играл за Метуэлу. Высшей лиги чемпионата Латвии. Сейчас в авиационном турнире он неплохо проходит. Защитников. Но пока забить-то не может. Сейчас мы узнаем, кто забил мяч. Молодцы. Рикс команды глава глава Александр Зайцев. Номер 4. Александр Потапов, который перед матчем и во время матча давал нам развернутый комментарий. Сейчас очень злой стоит у бровки. На хмуре брови. Очень сильно радуются, ребята. И сразу четвером, сразу четверка поменялась. Та четверка, которую вы сейчас видели на паркете, это была атакующая четверка. А сейчас оборонительная четверка. У, кстати, у команды Рикс самая большая группа поддержки. Она самая громкая, самая отчаянная. Очень здорово сейчас действовал 12-й номер. Вот как раз тот, который в высшей лиге выступал. А что еще надо сделать человеку, чтобы забить и победить? Мне кажется, надо играть в другой команде просто. Спасибо за просмотр!